Новорингойские таксисты вновь сфокусировали на себе внимание полицейских. Автоинспекторы не только оценили безопасность перевозки пассажиров. Они проверили, как таксисты соблюдают правила дорожного движения, имеют ли соответствующие документы и разрешения на работу. Дополнительные вопросы появились к тем, чей автомобиль оснащен газобаллонным оборудованием. Подробнее о ходе рейда расскажет Юлия Шаркова. С руководителя говорили. Проверка документов. Операция такси идет. Багажник откроете, будь то, когда? Обычной проверки документов теперь недостаточно. Большинство машин такси ездят на газовом топливе, что понятно, ведь это выгоднее бензина. Однако, чтобы ездить на газу, у водителя должна быть проставлена определенная пометка в свидетельстве о регистрации авто. В ходе операции такси таких извозчиков выявляют, а также пристально следят за соблюдением других правил. Во время проведения профилактического мероприятия сотрудники дорожной полиции будут пристально следить за соблюдением водителями такси правил дорожного движения. Будут проверяться наличие у водителя необходимых разрешительных документов, допуска к водителю, к управлению транспортным средством и наличие разрешения на работу у водителя иностранцев. Если есть подозрение, что автомобиль переоборудован без соответствующих разрешений, естественно, привлекается к административной ответственности за это. К примеру, вот этот водитель известной федеральной компании такси ездит на автомобиле, оснащенном газовым баллоном. Инспектор понимает это еще до досмотра багажника. В салоне замечает переключатель ГБО. Однако, сам багажник открыть не удается. Водитель так и не нашел, что ответить. Однако, незнание закона от ответственности не освобождает. Так что, штраф в размере 500 рублей все же заплатить придется. Но для начала, дорожным полицейским нужно зафиксировать факт наличия в машине газового баллона. Это удается сделать через моторный отсек. Там установлен газовый редуктор. А этот мужчина уверяет, что баллон в машине хоть и имеется, но в данный момент он ездит на бензине. Проверка показывает, что авто действительно не подсоединено к газовому оборудованию. Поэтому водителя отпускают. Это очень хорошо. Проверка документов, это очень хорошо. Проверяйте, просто у меня все в порядке. Сотрудники госавтоинспекции напоминают. Если ваш автомобиль ездит на газу, необходимо предоставить документы от фирмы-установщика для согласования в технадзор отдела ГИБДД. Если после штрафа этого не произойдет, на 11-е сутки авто будет снято с учета, а номера объявят в розыск. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей, «Импульс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!